Апельсиновая война – это конфликт, который был между Португалией, Испанией и Францией в 1801 году. Этот конфликт является частью войны между Францией и Англией, которая в то время проходила в так называемой Второй Коалиционной войне. Военные действия апельсиновой войны происходили в Европе и Южной Америке. Предпосылки В 1800 году союзные Франция и Испания в лице первого консула Наполеона Бонапарта и испанского министра Мануэля Годоя потребовали от королевства Португалия разорвать союзные отношения с Британской империей и вступить в союз с Бонапартом, закрыв свои порты для англичан. Португалия, чьи союзные отношения с Великобританией были основаны еще в 1373 году с заключением договора между королем Англии Эдуардом III и правителями Португалии королем Фернанду I и королевой Леонорой, выдвинутые требования не приняла. 1 октября 1800 года Испания и Франция подписали третий договор в Сан-Иль-де-Фонсо, подтвержденный позднее договором в Варанхуэсе от 21 марта 1801 года. По следующему договору в Бадахуссе 29 января Испания обязалась объявить войну Португалии и в апреле 1801 года союзные французские войска подошли к границе с Португалией. Начало войны 20 мая 1801 года испанские войска под командованием генерал-капитана Мануэля Годоян вторлись на территорию Португалии, где заняли пограничные города Оливенца и Элваш. Город Элваш на протяжении всей войны подвергался осаде, но не попал в руки испанцев. Испанцы быстро оккупировали провинции Верхнюю Алинтежу и Алгарве. Португальские войска вышли из Элваша в деморализованном составе. Губернатор Элваша Франциско Ксавьер де Норанья отказал создаваться испанцам. Город Элваш, укомплектованный войсками численностью около 9 тысяч человек, имел отличные стены, обильную артиллерию и припасы, которые позволили бы им выдержать длительную осаду. И испанцы воздержались от нападения конкретно на этот город. Но это не сильно пошло на пользу Португалии, потому что Испания сконцентрировала больше сил на другом фланге наступления. 31 мая отступающие португальские войска прибыли в район Гавиана. Португальская пехота сформировала линию обороны к югу от Гавиана. Сил для наблюдения за подходами не было направлено, поэтому португальское командование не знало о положении испанских войск. 3 июня герцог Лафоинский послал отряд из 600 пехотинцев и 70 кавалеристов к Гафете, Толосу, Флордо-Роза и Крато с миссией собрать размещенные там припасы. Атакующие испанские силы были явно сильнее, и португальцы отошли к Алдея-Дамата, где они реорганизовали оборонительную позицию. После двухчасового боя боеприпасы были израсходованы, и португальские войска сдались. В Волгарве тоже были инциденты. Португальцы заняли позиции на правом, западном берегу реки Гвадиана. Испанские войска на другом берегу реки часто вели огонь из артиллерии по обнаруженным ими португальским войскам. 8 июня испанские войска попытались форсировать реку. Португальские войска противостояли, и после четырех часов обмена выстрелами испанцы отказались от своей цели. Считается, что испанские солдаты приветствовали Гадоя апельсиновыми ветвями, отчего война и получила такое название. Либо же, уверенный в успехе Гадоя, отослал испанской королеве Марии Луизе, чьим фаворитом он являлся, корзину с апельсинами, обещав, что следующую уже вышлет из Лиссабона. Португалия, покинутая своим английским союзником, начала задумываться о перемирии со Францией и Испанией, будучи на грани побежденной и деморализованной страны. Португальцы охватили все завоеванные города, за исключением оливанцы, а также территории, расположенные на восточной окраине Гвадианы, которые были под контролем Испании. И так как контрабанда в этой области стала быть запрещена, Португалия была вынуждена выплатить военное возмещение. Португальскими войсками, 2000 кавалерий и 16000 пехоты командовал 82-летний премьер-министр Жоан Карлуш де Браганса и Эллинь Суаза Таварес Маскаренхас да Сильва, второй герцог Лафоинш. Из-за быстротечности военных действий основные силы французов под командованием генерала Шарля Леклерка так и не приняли участия в сражениях. 6 июня 1801 года в Бадахосе был подписан мирный договор. Действия в Бразилии Вероятно, и португальцы, и испанцы узнали о войне одновременно, в середине июля или в начале августа 1801 года. Затем испанцы решили атаковать Бразилию в точке, которую они считали наиболее уязвимой в португальской обороне, в форте Коимбра. Экспедиция прибыла в форт 16 сентября 1801 года и была встречена с пушкой. На следующий день испанцы попытались высадиться в верхней части форта, но португальская артиллерия смогла отразить и это нападение. Последствия войны По условиям Бадахосского мира, Испания получила небольшой пограничный округ Оливенца, а Португалия обязалась сокрыть свои порты для британских судов и открыть для них новых союзников. Франция получила контрибуцию в 20 миллионов франков и часть Гвианы. Впоследствии договор были внесены изменения. Новый вариант был подписан 29 сентября 1801 года королем Португалии Жуаном VI в Мадриде. После победы англичан над франко-испанскими морскими силами в Трафальгарском сражении, произошедшем 21 октября 1805 года, правительство Португалии решило восстановить отношения со своим давним союзником. Это привело к началу войны на Пиренейском полуострове, в результате чего были отменены соглашения Бадахосского и Мадридского мирных договоров. Кстати, если хотите продолжение этого видео, то переходите на мой инстаграм, где я публикую опросы с темами для новых видео. Я собираюсь на послеследующее видео поставить тему про Пиренейскую войну. И если она выиграет, то я сделаю видео об этой войне. Так что заскакивайте в мой инстаграм и оценивайте мемы, участвуйте в опросах и все в этом духе. Ссылка, естественно, будет в описании. Я вас благодарю за просмотр моего видео, ставьте лайки. Ну а если вы хотели бы помочь каналу больше, то на экране и в описании вы увидите все реквизиты, по которым вы можете поддержать меня. Я заранее говорю спасибо каждому пожертвовавшему мне денежку. Я в долгу не останусь и назову ваше имя в следующем видео. Еще раз спасибо всем за просмотр и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok